С древних времен огонь завораживает и пугает людей одновременно. Именно из-за умения подчинять себе природную стихию, кузнецов часто наделяли мистическими способностями. Есть ли в этом доля истины? Ответ попробуем узнать у одного из лучших кузнецов Чуваши Александра Кокорина. Александр Кокорин – мастер по художественной ковке. В 2009 году окончил художественно-графический факультет по специальности изобразительное искусство. Не случайно применение своему таланту нашел в кузнечном деле. Александра привлекла многогранность этого ремесла. В нем совмещаются дизайн, слесарные работы, чеканка, деревообработка. Сейчас у него собственная мастерская «Кот и воробей». Считает, что каждый день, проведенный у наковальни, должен приносить новые знания и умения. Путешествия по городам вдохновляются работами других мастеров. Планируют выковать скульптуру и портрет. Саш, магию в своей работе используешь? Конечно, использую. Когда металл холодный, по нему даже не скажешь, что из него можно сделать какую-то интересную, изящную, красивую вещь. Потому что, ну, в целом, это просто железка и железка. То есть ее можно попробовать помять, побить там молотком, но толку от этого не будет. А когда ее нагреешь, он уже становится более податливым и пластичным. Естественно, в какой-то мере это магия. А в чем вообще суть кузнечного ремесла? Суть делать, я думаю, красивые вещи посредством именно вот ковки. Всегда любые вещи домашнего обихода. Раньше, вот в старые времена кузнецы делали практически все. То есть, ну, начиная от ковки лошадей, от подков, от тех же, там, каких-то обработки земли, там, какого-то инструмента до, там, подсвечников, канделябров и различных, там, предметов. Все это делалось именно руками кузнецов. Заготовил тут небольшой такой эскиз на скорую руку. Вот, ответную часть, значит, так как он состоит у нас из двух симметричных частей, ответную я не стал прорисовывать, потому что нас будет интересовать конкретно одна часть. Вот, соответственно, по ней мы будем делать и вторую. Таким образом, они должны получиться у нас одинаковыми. Расскажи немного о процессе, о свойствах металла вообще, вот как это все происходит. Ну, основные свойства какие? При температуре он позволяет его деформировать. Ну, структурные связи, значит, все эти молекулы металла, они между собой начинают при нагреве, ну, расширяются, и, как бы, он становится более мягким и податливым. Вот сейчас я буквально только что оттянул из него такую вот пику. То есть, вполне без особых усилий каких-либо. И такие пики, вот, допустим, ну, такой способ подтяжки металла использовали в изготовлении гвоздей. То есть, так же там сначала оттягивали, затем обрубали нужную длину и формировали шляпку. Вот, такие гвозди в старину были. Ну, это у нас будет подсвечник. Слушай, расскажи о том, как пришел к этому ремеслу искусства художественной ковки. С чего все началось? На третьем курсе на художественно-графическом факультете в ЧГПУ, когда я учился, у нас многие стали выбирать себе разные направления, как бы, творчества. И кто-то у нас пошел на скульптуру, кто-то занимался станковой живописью, кто-то дизайном. Я очень давно уже имею дело с различными металлами, с автомобилями, с их ремонтом и так далее. Вот, и заинтересовался ковкой. Вот, и на третьем курсе я пришел в качестве ученика в мастерскую Чепоксарскую. Вот, и там начал обучаться. Вот, обучался под началом наставника Николая Ивановича. Вот, очень такой приятный человек, очень опытный кузнец. И он мне дал, собственно, как раз самые вот эти вот основы. Показал, скажем так, азбуку самой ковки. Самые базовые, как бы. Ну, и теперь вот я этим занимаюсь. Конечно, путь тоже такой был довольно долгий. Вот, ну, тем не менее, теперь я занимаюсь вот своей мастерской. Что больше всего нравится делать? Вот, к чему душа лежит больше всего? То, что делается по своему эскизу, по своей задумке какой-то, и что эксклюзивно. Вот, но тем не менее, самое интересное, это именно сам момент, когда получаешь удовольствие от работы. То есть иногда бывает такое, что, там, делаешь какой-либо заказ или, там, работу, там, рутинную такую. И она особо не приносит удовлетворения какого-либо. Вот, я читала о том, что раньше кузнецы определяли по цвету металла, по типам искр, то, какой вообще металл, как он себя ведет, и сколько там раз нужно по нему стукнуть, чтобы получилась стальная форма. Вот, ты в своей работе какие-то уже новые технологии применяешь или тоже по старому методу? Ну, это касается таких работ, в основном, именно определения температуры, в основном это все касательно операций таких, как закалка. То есть, либо ковка, ковка, но ковка высоколигированных, либо, там, с содержанием, там, высокоуглеродистых сталей, потому что там, как раз-таки, температурные режимы, они очень важны. Вот, когда работаешь, допустим, с куском металла из обычной стали, ну, так, сталь 3, сталь 20 или там еще какая-то арматурная, там, там уже особо на это не смотришь. То есть, видишь на глаз, если металл разогрелся, значит, его можно уже ковать. И у него довольно высокие точки, вот эти вот температурные пределы ковки есть. То есть, если, допустим, высокоуглеродистая сталь, она в более узких параметрах, то есть, нагрел ее, допустим, потом немножко успел чуть постучать, постучать, она, если быстро остыла, все, ее надо обратно. А эту еще можно там где-то поправить, где-то там слегка рихтануть, потому что она мягкая, она все равно более так податливая и так не трескается, как другие. Самые первые кузнецы жили в Древней Персии и Месопотамии на территории нынешних Ирана и Сирии. Найденные предметы быта, орудия для обработки земли, инструменты и оружия датируются третьим тысячелетиям до нашей эры. Уже потом человек научился изготавливать подковы, конские сбруи, воинские доспехи. На Руси пиком развития художественной ковки считаются VI-VIII века. Именно к этому периоду мастера овладели всеми необходимыми технологиями. Научились изменять форму при помощи нагрева, совершенствовать характеристики металла. Ближе к XV веку художественная ковка становится одним из самых востребованных искусств в сфере эксклюзивного строительства. Мастера создавали ограды, двери, оконные решетки, ручки, элементы украшения, заборов и ворот. Сложная и очень уважаемая работа была доступна только мастерам высокого класса и выполнялась практически вручную. Профессия кузнеца востребована и по сей день. Саша, а много ли вообще современные кузнецы переняли от своих предков? То есть вот как мастерская сейчас оформлена? Какие элементы из прошлого взяты? И техника сама производства, она изменилась или нет? В целом ничего не поменялось, потому что все-таки ковка – это ковка. Это довольно древнее ремесло и ничего, по сути, то есть вся основа, она как была раньше, так она и есть и сейчас. Просто поменялось только разве что. Допустим, появились какие-то новые станки. Допустим, за вами пневматический кузнечный молот с массовой падающей части 75 килограмм. То есть, грубо говоря, в современной кузнеце он заменяет молотобойца. То есть я уже могу, допустим, подойти и спокойно, используя, допустим, какой-то инструмент, помимо того, что у меня в одной руке будет заготовка, паковка, я возьму какой-то там, наставлю инструмент, либо подкладной, и спокойно буду им управлять. И мне для этого уже никто не нужен. Вот. Собственно, основные отличия далее по устройству горна, допустим, вот появились электровентиляторы, которые, соответственно, нагнетают воздух. А раньше там были меха, да, кожаные. То есть кузнец раздувал этот огонь и так далее. Сейчас нет. Сейчас вот включаешь вентилятор, он работает. Вот есть молот, там нарезать металл есть, допустим, там отрезной станок стационарный, да, там, и все. А в целом весь инструмент, что подкладной, что, допустим, там те же зубила, какие-то вот крокодилы, молотки, это все осталось то же самое. Это наковальня, как она была, там, сто лет назад, там, или больше, такая она и сейчас. Особо ничего не поменялось. Это также, по сути, ручная работа. Это такая же нелегкая, в принципе. Ну, молот, конечно, облегчает некоторые задачи. Вот. Но в целом все сохранилось так, как есть. А вот как считаешь, профессия кузнеца, она все-таки вечная, или все-таки механизированные уже приходят на смену людям, разные вот, разные оборудования, и есть ли будущее у кузнецов как одиночек? Конечно, конечно, есть. Это зависит, в принципе, это зависит от клиента, от потребителя. От потребителя, потому что есть ценители, действительно, ручной работы и качественной ручной работы. Они готовы, допустим, за это платить. Вот. А те, кто, кому устраивает то, что подешевле и побыстрее сделать, они, да, они пользуются, допустим, услугами сварщиков. Есть такие кузницы, которые работают с холодной ковкой. Есть у них специальные станки холодной ковки. Они там гнут, скручивают эту железку, значит, сворачивают в детали. И потом эти сварщики, они их собирают уже непосредственно в изделие. Что в калитку, что в ворота. Вот. Это дешевле, это быстрее. Ну и, соответственно, это видно, что это не ручная работа, по сути. Это просто сварка. Вот. Оцениться, ручная работа, я думаю, будет всегда. И востребована будет так же. Самая сложная работа, которую ты выполнял? Скажу лучше о самой интересной. Это мы делали с моими друзьями оформление пивного бара в городе Ишкарала. Вот. И в этот пивной бар я привозил свое железо кованое, там, цепи, там, факелы, светильники в виде факелов, там, и все. То есть, ну, задумка была такая, в общем, оформление в скандинавском стиле. То есть, в стиле викингов, значит, все сурово, брутально, такие, значит, бородатые мужики. Вот. И все это делалось именно руками. Весь бар, он, ну, вы не найдете там ничего, что просто так было где-то куплено, какая-то серийная вещь, там, там, все сделано вручную. Полностью и мебель, и вот освещение, там, вот эти вот как раз люстры, факелы, все полностью вручную. Это было, наверное, самое интересное. Слушай, ну, я так поняла, ты железо с самого детства любишь. Мотоциклы, машины, теперь вот ковка. Это да, это есть. Какие вот еще увлечения, расскажи. Увлечения? Помимо мотоциклов, ковки, ну, я состою в рядах Чебоксарского отделения мотоклуба «Ночные волки». Это всероссийский мотоклуб. Вот, значит, состою я там с 2011 года. До этого была когда-то у нас организована Ассоциация байкеров России, в которую я тоже входил. Вот. Ну, а мотоциклами увлекся еще в 95-м, когда мне было 9 лет. Вот. И, собственно, не помышлял себя вообще без этого. То есть не видел никогда. Вот. Ну, и, собственно, до сих пор езжу, занимаюсь. Температура ковки железа и извергающейся лавы одинакова – 1000 градусов по Цельсию. Среди русских царей любителями ковки был Иван Грозный и Петр Первый. Слово «ковать» и «коварство» имеют один и тот же корень. Коварство раньше означало «мистическое умение» и только позже приобрело негативный оттенок, означающий «злостный умысел». Более 6 миллионов людей во всем мире носят фамилию, связанную с искусством ковки. Кузнецов, Ковальчук, Ковалев. У россиян и украинцев – смит, у англичан, фиран и у французов. Сейчас мы займемся еще оттяжкой вторых концов. Также будем закручивать, ну, согласно нашему рисунку. И займемся маленькими деталями. Есть очень интересный факт, когда чем сильнее бьешь по заготовке молотком, тем она еще сама внутри начинает нагреваться. И это даже заметно после сильного удара в этом месте. Маленькое такое, пятно яркое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Массажер довольно сложный. Процесс по изготовлению кованых изделий все-таки. Расскажи немного о том, что мы сделали, как вообще собрали и какие здесь техники использованы. Ну, самая основная – это техника оттяжки, оттяжка прутка, придание ему конусной формы на концах. Далее гибко. Согнули, закрутили, как надо, по рисунку. Ну, и, значит, из листового металла сделали вот такие вот тарелочки. Это техника выкладки. То есть, как бы, особо ничего сложного. Собран он на сварке. Вот, значит, в этих местах, то есть, была сделана накладка, потом прихватили сваркой, со всех сторон обварили, нагрели и проковали на молоте, чтобы все лежало в одной плоскости. Вот. Эти детали тоже, они собраны на сварке, предварительно зачищены. После этого обычно изделия также подвергаются более такой серьезной зачистке, то есть, чтобы не оставалось никаких капель от сварки, ничего, все выравнивается. Все, если есть сварочные швы, также выравниваются. Вот. И затем уже грунтовка и покраска. Вот. И, ну, и, соответственно, можно там покрыть, либо там патиной придать вот этот вот эффект старения. Вот. Либо оставить просто крашеный. Ну, можно лаком покрыть. Вот. В дальнейшем мы этот подсвечник подарим одному из наших телезрителей, который выиграет в розыгрыше. Вот. Хотелось бы узнать, где вообще этот подсвечник можно ставить, где он будет смотреться? Вот, ну, какие-то есть наметки? Ну, я думаю, ставить его можно где угодно. А смотреться будет как на столе. Можно. Конечно, я думаю, даже и на праздничный стол не грех поставить. Вот. Также, если у кого кто-то является счастливым обладателем камина, можно поставить и на камин. Соответственно, там будет тоже очень здорово смотреться. Я думаю, вполне. Ну, и впишется, ну, пусть не в любой, но в большое количество интерьеров. Я думаю, нормально, успешно. Вот, насколько я знаю, подсвечник, как, в принципе, и сама свеча, является символом вечной жизни. Вот, не вечная жизнь, но долго, я уверена, ему обеспечена, этому подсвечнику. Вот, какая гарантия? Какую гарантию даешь? Гарантия? Так. Ну, и вопрос напоследок. Вот, ты согласен с поговоркой, что каждый кузнец своего счастья? Да, несомненно, несомненно. Нет, надо заниматься тем, что тебе нравится. Тогда ты будешь и счастливый, и спокойный, и довольный. Вот, потому что, ну, только это залог счастья по сути. Не делать там ни в деньгах, ни в какой-то там работе. Да, хочешь счастья, иди и куй. Хочешь какой-то, какой-то свой бизнес, свое дело, свое ремесло. Это надо делать, это надо работать. Много, просто много. Вот, так что, да, я согласен с этим. А что ж, пожелаем тогда всем успехов. И нам, и вам, и нашим телезрителям. А на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Свои предложения по мастер-классам и заявки на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом». Все подробности розыгрыша узнаете там же. Телефон для справок 56 54 54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова